Всевышний Аллах говорит, то есть, человек должен направляться, где бы он ни был, он должен направляться в сторону Кабы, где бы он ни был. Также Всевышний Аллах говорит, спешите в совершении благих деяний. Что означает направление в сторону Кабы и как работает сам принцип определения в сторону Кабы. На самом деле на этом фоне строится очень много интересных вопросов, связанных с фикхом. А именно, предположим, два человека идут, даже муж с женой, приехали куда-нибудь в страну, находятся в гостинице и решили почитать намаз. И каждый доставит свой телефон и ищет своим компасом, где находится Кабы. У одного Кабы говорит, в ту сторону показывает, у другого в другую сторону показывает. Как им быть в данной ситуации? Это один вопрос. Второй вопрос. Если человек не знает, в какой стороне Кабы, как ему в этой ситуации быть? И это все, на самом деле, жизненные вопросы. Потому что направление в сторону Кабы является фардом, ваджибом является. Намаз без этого является недействительным. Одним из условий намаза является направление в сторону Кабы. В первую очередь, человек должен стараться найти Кабы. Найти направление. Даже если он ошибется в каких-то маленьких градусах, это не страшно. Потому что посланник Аллаха, саллаллаху салям, сказал, Киблу от востока до запада. То есть, небольшая ошибка, она позволяется. Самое главное, чтобы было одно направление. Что делать, если два человека находятся в пути, и они, каждый из них, убежден, что Кибла в другой стороне? Что они в этом случае должны делать? Каждый из них должен читать намаз туда, куда он убежден, что там Кибла. Иначе, если человек будет читать намаз в сторону, где он не убежден, его намаз будет недействительным. И поэтому, якин, очевидность, явность, убежденность у человека должна быть. Он убежден, что у него есть омовение? Да, убежден. Также он должен быть убежден, что пришло время молитвы. Время молитвы пришло, значит, он должен быть убежден, что его место чисто от Неджаси. Он убежден в этом, он должен быть убежден, что он молится в сторону Кабы. Если он убежден, что Каба сзади, а он молится в ту сторону, его молитва. Его молитва недействительная. Одна. Ситаха Вилла. Вспомнил, пока говорил, вспомнил историю. Один брат, вместе мы учились, он рассказывал, что он молился однажды в одном аэропорту. И только построили мечеть, но нет определения, в какую сторону Кыблу. Но он пришел и спросил у работника, куда мусульмане молятся. Ну, тот сказал, вон туда. И он молится в ту сторону. А говорит, прямо над мечетью лестница. Я, говорит, молюсь, спускаются люди и говорят, интересно, другие в ту сторону молились. И он говорит, я же сомневался, куда, правильно ли я молюсь, или нет. И поэтому у человека может быть, во время намаза у него может быть сомнение, либо же прийти к знанию. И поэтому, если человек, мы сказали, знает, убежден, что он Кыблу в ту сторону, то он должен молиться туда, даже если он потеряет джамаат. Но в этой ситуации лучше опираться, наверное, на знания, на солнце, на луну, на звезды, нежели на телефон. Хотя в некоторых городах это сложно. Если человек молится в сторону, например, он не знает, где Кыбла, и предположительно, то есть, что он должен делать, куда он должен молиться. То есть, он не знает, где Кыбла, у него нет ничего рядом. Предположим, это может быть тюрьма. Сегодня это актуально. Это может быть что угодно. Он заперт в какой-то комнате или находится в местности, он не знает. В такой случае, он возвращается, склоняется к своей душе. Куда его душа направит? Если у него больше склонено просто на чутье души, что Кыбла в ту сторону, то он должен молиться в ту сторону с полным убеждением, что Кыбла там. Если он молится в таком направлении и к нему приходят во время молитвы и говорят, что Кыбла в другую сторону, то он должен прямо во время молитвы повернуться в другую сторону, и его вся молитва является действительной. Так же, если человек находится, например, летит в самолете, едет в поезде, и он не может определить направление Кыблы. То есть Кыбла является обязательным направлением, так как это является условием молитвы. Исключением является добровольный молитв. Посланник Аллаха, салаллаху ассалям, на афирю добровольные сунны, он читал на верховом животном, туда, куда движется его верховое животное. И поэтому, то есть фарды обязательно читать в сторону Кыблы, сунна, как в хадисе передается, делается такбир в сторону Кыблы. Если человек даже не знает, где Кыбла, он молится по направлению своего верхового животного, ну, сегодня по направлению транспорта.